Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь. Бывают такие игры, после которых хочется сесть на велосипед и поехать в деревню, чтобы посмотреть, как там все изменилось. Silent Hill не из таких игр. Вторая часть серии вышла эксклюзивно для конспирологической консоли PlayStation 2. Полюбившийся уже многим стиль фетиш-хоррор и ощущение духовного роста есть в наличии, но об этом чуть позже. Главное, что этот стиль отлично подходит для классической четырехкнопочной игры. После тягостного и темного во вступление, запутанные миозисы безбашенных извращенцев и садистов, приправленные всеми видами музыки, характеризующей галлюцинозы, порождают в воображении игрока ужас. Сценарий наполнен спокойными персонажами с хорошим IQ. Как вам первая часть Silent Hill? Ну, она такая, довольно японская, но неплохая по атмосфере, тоже с культами и с прочим. Она, собственно, свой какой-то дизайн-код там получила в первой части. Они оказываются в пропитанной аномальными предметами фанерной деревне внутри Силиконовой долины. Вместо того, чтобы посмотреть на себя со стороны, они бегают по магазинам и бьют вампиров. Мы ничего не знаем об этих персонажах. Любой из них может внезапно оказаться грабителем, случайно выжившим в жерле зараженного ядерного реактора. Без этих подробностей в игре было бы скучно. Как в зоопарке. Непосредственно стоящий мужчина. Символизирует мужчин, работающих в медучреждениях. Непосредственно стоит для поддержания имиджа и устранения стереотипов. Это хорошо. Непосредственно стоит. Сороконожка. Символизирует неэффективность государственного аппарата. Дергающийся кельтский крест. Олицетворение распятия, вызванного несчастным случаем. Буты. Блин, это похоже как переводы, которые делали пираты для игр. То есть, кто помнит, раньше просто промтовые переводы запускали, чтобы быстрее копию игры продать. Никто, конечно, не локализировал, не делал ничего для игр. И приходилось в такое играть. Там были разные мемасики по типу там рис власти и прочее, прочее. Это было очень-очень смешно. Как ты вам фильм, ты не будешь в одиночестве. Кстати, он неплохой мне понравился. Это вроде бы про что-то типа как ведьма, да, которая в разные, если я не ошибаюсь, про ведьму, которая в разной жизни проживает. Символ потливости. Отсылка к Харуки Мураками. Ходи свое траханье, да. Спелый овощ. Платоядный фаллический символ. Страшно? Страшно. Так подумают многие. Нам не страшно. А семье Петровых не страшно. Упорство и терпение – это первые три кита, на которых строится игровой процесс. Разработчики игр про выживание снова не ценят ни свадьбу. Мне кажется, это про Майнкрафт, упорство и терпение. Не наше время. Они буквально убивают нас в своих играх. И на это тратится огромное количество ресурсов компьютера. Я попробую дать им совет. Сделайте игру про то, как вы пытаетесь выжить. Интерфейс Silent Hill походит на многоэтажный трехмерный лабиринт. Инвентарь вынесен на отдельный экран и укомплектован дополнительными ребрами жесткости. Но если вы хотите грамотно оценить игру, необходимо смотреть на нее в целом, а не рассматривать предметы в инвентаре. И, кстати, если посмотреть на нож в инвентаре и его рассмотреть, то у вас будет плохая концовка. Поэтому это, в принципе, хороший совет для игроков. Это истеричная сказка о нашей жизни. Футболки с коротким рукавом и плотные штаны – сами по себе весьма мрачные вещи. Но разработчикам удалось сделать их по-настоящему зловещими. Чтобы раскрыть все тайны азиатских ужасов, мы обратились к Ирине, участнику интернет-проекта «Встречное движение». Ирина, что ты знаешь о Японии? Я уже говорила, что работала там. Когда я родилась, Япония уже была частью нашей планеты. У японцев не только сердце, но и глаза на мокром месте. А твой любимый фильм? Конечно, Хатика. Спасибо. Ирина, а мы прощаемся с вами. Конечно, Хатика. Вам мы тоже желаем больше удачи и душевного спокойствия. А ну, кстати, нам пригодится всем. Давайте праздновать и ссокить немного дик. Очень пьянственная. Так, переходим к следующему видео. Моровинт – это игра. О, это Нерасит написал обзор на Моровинт. Кстати, Моровинт – это одна из моих любимейших игр. Я безумно хочу, чтобы ее перевыпустили и сделали на Switch. Вот это вообще было бы кей-фуле в нее в портативе поиграть. Потому что, конечно, скорее, это круто, но вот Моровинт интереснее. Известный экономист по призванию своему библиотекарю в народе калхоте, в магазине продавец. В экономике это сказать необходимо. От которой у меня дергается глаз. Как и у большинства людей. Для Ньюфагов поясню. Моровинт – это первая часть серии Fallout. Если ты не знаешь об этом, то тебе пора в школу. Мир Моровинта создан программистами Бетезда, но позже был переписан в соответствии с проповедями Вивека. Место действия игры – остров Варденфилл. Это не рай. На самом деле это ад. В какой-то мере. Люди здесь не в почете, это точно. Так что, пожалуйста, без обид. А вообще все не в почете. Моровинт – это не только самая красивая компьютерная ролевая игра в игровой индустрии. Это также одна из лучших игр, в которые я когда-либо играл. Эта игра стоит того, чтобы жить игрой. Но мне особенно интересно, как в нее попали гномы BFG. В моем предыдущем блоге я рассказал вам о квесте с гномом, который показал мне, что Моровинт является игрой со значительной долей юмора. Мы с тобой попадем в рай. Обязательно мы попадем в рай. Но кто был этот гном? И если вы думаете, что я... Похож на продюсера Иванова в целом. ...мею в виду одного конкретного гнома, то вы ошибаетесь. Да там понятно, куда идти. Это же круто, что ты в это вчитываешься в то, куда идти через тексты. Вообще все понимаешь через тексты. Я имею в виду всех гномов, которых я встречал в игре. Их там нету. Количество фракций в этой игре довольно сложно сосчитать. Каждая из них имеет свою специфику, а некоторые вообще можно отнести к категории не для всех. Но если вы хотите... Типа как вампиры. ...играть в гонки на выживание, то вам предстоит столкнуться с множеством разнообразных трасс и автомобилей. Потрясающая музыка Джереми Соула надоест вам уже на третьей минуте. Даже сам Соул признавался, что это была его дипломная работа. Ну, кстати, музыка-то мне наедает. Мне до сих пор нравятся вот эти вот первые нотки основной темы. Мне кажется, в Морвинде один из крутейших для теста саундтреков. Игра стала культовой не потому, что у нее многомиллионная армия поклонников по всему миру, а потому, что игра получилась на редкость увлекательной. С помощью нее вы сможете погрузиться на самое дно социальной иерархии, примерить на себя роль аутсайдера. Основные минусы игры. Слишком много мобов. Слишком мало игроков. Низкий уровень заряда аккумулятора. Если вы даже и запускали Морровинд, то скорее всего... Нет, там не одна тема. Там, по-моему, несколько тем есть. Одна для битвы, другая для этого. В общем, есть там темки. О, не поняли главного. Чего это вы там делали? Дайте игре шанс. Я не знаю, какая игра будет следующая. Будет ли это продолжение? Или это будет уже совершенно другая игра? Но мы должны дать ей шанс. Ведь если не сейчас, то когда? Ни один момент... Том Говард просит вас дать шанс. Не будет идеальным. Хотя бы в этот раз купите копию на свой чайник. Эта игра не об антиутопии, не о войне, не о космическом корабле. Хотя все это в ней есть. Это игра о мире, где большинство из нас живет, не зная, кто мы такие на самом деле. О том, как человек определяет, кто он такой. И о том, что у нас еще есть выбор. Ты кто такой? Давай... Если мы захотим, и если нам позволят. Моя оценка 9 из 10. Очень полезная вещь. О, блин, все-таки это шикарный трек. Так, идем дальше. Спасибо большое, Дататистонисты. И третий глубокий анализ. Компьютерный проект. На аэросети написал обзор Принцов Персии The Sands of Time. Как ты по-серийски это комментируешь равно. Зачем? Так я, чтобы какой-то контент был. Ну, мне кажется, если бы я это рофельно как-то комментировал, то было бы не смешно и не интересно. Так хотя бы я что-то создаю. Я не просто на аэросети, я добавляю к наэросети что-то. Своей наэросетью. И в итоге мы супер на аэросеть. И мы превратимся в терминатор. Принц Персии был создан вымышленным автором. Кстати, Принцов Персии The Sands of Time лучшая, как по мне, часть Принцов Персии. Мне нравится, что они передали вот эту восточную сказочность, что похоже на Аладдина, того же диснеевского, который довольно готичный. И не просто так, он готичный, а там Тим Бёртон был одним из аниматоров на проекте Аладдина с именно мультсериала. Там крутые персонажи и вот тут это есть. А потом вот в какой-то прям уже совсем в смысле сказочность утратила, стала какой-то серьезной и в итоге переросла в Assassin's Creed, который клепает уже каждый каждый божий день. Вот. И это все не очень качественный продукт. И выпущен издательством Ubisoft Montreal в 2003 году. В нем четко прослеживается преемственность с другими экшн-играми той же возрастной группы. Идею для игры подсказали фанаты Ubisoft, оставившие под окном студии плетеную корзинку, набитую бирюзой и нефритами. Официальный слоган игры «Принц Персии Пески Времени» «Время – это лотерея». Фортуна лотерея в жизни и в кино Главный герой, как и его предшественники, управляется игроком. Даже несмотря на то, что в оригинальной игре принц был тем еще придурком и скорпионом. «Не, не обозревает, это просто заказали видео. Когда контент выбираю я, мы смотрим видео от зрителей поверх того контента, который есть основной, который выбрал я». Душе «Я был просто восхищен тем, как разработчики передали его характер. Даже совершив ошибку, он твердо намерен вновь стать законным членом общества, а также восточную женщину 18+. «А мне нужен был приз, который я мог бы держать одной рукой». Игра начинается с демонстрации трех коротеньких анимационных клипов, сюжет которых очень прост. Нам остается только сесть на скамеечке и ждать, пока по одному будут гаснуть прожекторы. Мне было настолько интересно, что я даже выучил наизусть монолог царян. «Раблезин, как позовут, так пойдем, пойдем убивать нацистов, как только позовут». Из монолога понятно, кто у кого в друзьях, а кто хочет трона и в каких видах спорта. События происходят в те времена, когда человечество только-только научилось путешествовать во времени. Злодеи мечтают увидеть, как дворцовая челядь кувыркается в бассейне с перерезанными глотками. Принц Песков отправляется в изгнание. Он тренируется в пустыне, тренирует саму пустыню, совершенствует каждую песчинку, попадающуюся ему на пути. Песок «Принца Персии» в игре можно катать по полу и вертеть так, как пожелает игрок. Вам доступны сногсшибательные трюки. Вертел я его. Нормально. И такие. «Играли в Beyond Good and Evil». Да, мне тебе нравится Beyond Good and Evil. Неплохая игра. Хотел бы ее перепройти, но что-то у нее нет какого-то адекватного порта. «Жезрелищные падения». «А что-то будет какой-то ремейк, мне не очень нравится и как все это выглядит». Легкие олдскульные трюки с летальными исходами и упокойным переворотом. Вы даже можете изменить систему частиц, чтобы уклониться от обязанностей принца. Зрелищность игрового процесса достигается за счет использования аэродинамических CGI-приемов. «Это хорошо». «Игра отличается исключительно высоким уровнем абстракции, как и кэроловская героиня. Это просто логически выстраданный мир, придуманный еще предыдущими авторами». «Снэйк-ит». «Города цвета бархата, апартаменты знати, расписанные вручную занавески. В интерьерах часто используется освещение разных стран». Я так понимаю, что это делалось просто загрузкой разных текстовых обзоров на «Принца Персии» и, соответственно, генерился какой-то средний. Из этих всех обзоров уже на аэросетью похожий текст. В числе Северной Америки. «Игра прекрасно подойдет для людей с хорошей игротехнической подготовкой. Как ни странно, но это мое личное мнение. Сразиться с каким-нибудь таинственным врагом, разгадать головоломку и уйти – вот в чем прелесть. Как вам, так и вашему компьютеру потребуется какой-нибудь полноценный аксессуар типа HDMI. Попробуйте сами пройти путь от «Принца» и до конца. «Арамская ночь, волшебный восторг, здесь чар и месть, отвага и честь дворцы и…» «Песок». Так, идем дальше. Спасибо большое за 500 рублей. Идем по вашим видосикам. «Неросить» сочинила нуарный монолог. Давайте послушаем. «Если бы эта женщина осталась без работы, она бы занялась разведением червей». «Черви!» «Он не отличает червя от опарыша!» «И повел». Она молчала, она не хотела больше лгать. Как сумасшедшая, что пишет стихи, но сама их не читает. Пахла духами и женскими слезами. Так пахнет только от сумасшедших. Когда каждый божий день ты…» Кстати, говорят, что сумасшедшие реально как-то специфически пахнут. Интересно, насколько это правда, насколько нет. Если ты ходишь по этим улицам, то начинаешь верить, что они не закончатся никогда. На самом деле, в этом театре нет актеров. Все, кто приходит сюда, становятся ими. И если бы не убийство на сцене, то можно было бы подумать, что это самый обыкновенный, нормальный театр. Актеры обмениваются репликами, смеются, ссорятся. А я просто стою на сцене. В ожидании аплодисментов. Пока похоже на пасту с врача. Приближалась электричка на Москву. Крысы за барной стойкой искали отравленную еду. Я слегка закурил. Сигарета показалась непривычной в руке. Я нащупал ее пальцами и стал медленно пускать колечки. Они падали на пустые консервные банки, на календарь, на граненый стакан, из которого тетка Нюра доставала на ночь глоток чаю. У меня было чувство, будто я сам себя ударил в грудь. Легко смеяться, когда ты уже шагнул в бездну. Но страшно, когда знаешь, что у тебя есть шанс вернуться обратно. И ты им воспользуешься, даже если для этого тебе придется потратить всю оставшуюся жизнь. Воспользуешься шансом. За окном все так же мерцало черное электрическое небо. Я бы хотел послушать, как энергетический начинал текст в стиле Лавкрафта. О чем-то неописуемо. Кто не знал, что будет со светом завтра? Когда боги рисовали это полотно, они забыли поставить точку. Старый отель скрипел, как наждачная бумага. Автоответчик бил в барабан, требуя, чтобы с ним считались. Слова – умное оружие. Но оружие не может быть мирным. Представление о том, что слова приносят счастье, могло лишь случайно возникнуть в культуре, которая воспитывалась на стихах и образах, а не на фактах. Шиза продолжается. Это я не видел. Как вам не рассеять? Спасибо большое. Ну, наверное, это прикольно, что делает. Некоторые прям топорно и видно. Эти тексты более-менее интересные, но они все равно бессвязные. То есть все равно в какой-то момент ты понимаешь, что там нет никакой логики. То есть это просто набор фраз, и все распадается. Интересно, сможет ли это как-то вот смысловую какое-то ядро наформировать, чтобы уже ты не понимал, что этот текст как бы не настоящий. Он на Байдена похож. Джо Байден wake up. Наша жизнь состоит из чувства голода, но я заболел от жажды. Жажды чувствовать себя мертвым. Любовый Ленфлюродор. Словно под... Это похоже на генератор советских бесед, да? ...тяжестью лет я прошел по коридору и взялся за ручку единственной двери. Вчера дросся в чат. Я видел, как из ружья кобры вылетела дробинка. Блин, кто перезаряжает ружье кобры? Часто я все еще жив, то это, скорее всего, за мой счет. Я лег и положил... Плачу. ...голову кверху лапой. Если даже сквозь щель в двери можно разглядеть звезды, то в конце тоннеля точно должно быть то, ради чего мы здесь. Утренние газеты будут пестреть заголовками «Умер последний человек на земле». А я... Ну, ну, умер, умер. ...лю спать и слышать, как кто-то несет мой гроб. Было бы интересно, если бы Нарасит научили придумывать истории, а потом, чтобы они собирали эти истории из какого-то набора слов. Ну, я думаю, это все еще впереди. Просто так сложнее формализировать. Как-то, мне кажется. Но я думаю, до этого все равно дойдем. То есть, скоро не будет уже никаких текстов. Будет лишь определение какой-то тональности текста, как, собственно, у Орвала. То есть, они же там, по-моему, не писали текст, они как бы вот определяли какие-то вот детали в них, а они уже доделывались. Спасибо большое, что это Станис. Переходим к третьему из этой пачки видосика. Спасибо большое за 500 рублей. Контрол. Блин, Контрол офигенский. Контрол вообще. Вообще просто топ. Топовый топ. Я жду продолжения Контролу. Я жду отдельной вроде мультиплеерной игры по Контролу. Это просто восторг. Это открытие. Мне эта игра нравится примерно так же, как Бладборн. И я с удовольствием ее перепроходил. Контрол. Визуальная головоломка, рассказывающая о злоключении. И понимаю, что хочу еще поиграть. Роковой красотки, читающей в туалете приватные записки и стреляющей из пистолета. Модуль управления от третьего лица позволит каждому игроку ощутить свое я. Во время загрузки консоли игра автоматически ставит частоты воспроизведения на 2-3 октавы ниже, чтобы обеспечить лучшую совместимость. Погружение в игру проходит безболезненно, поэтому меня не трогали. Я и сам не лез. Героиню этого корпоративного романа зовут Джесси. Она работает моделью для специальных страйкбольных костюмов и часто становится жертвой троллинга. Вот этот профессор очень похож на того, который был в том сериале, который вы заказывали. Этот станиц, сейчас я вспомню, как он назывался. Назывался Хранилище 13. Да. Короче, Контрол явно вдохновлялся им. Сначала она всегда говорит нет. Про нее видеть страшную картинку, да? Потом начинает задумываться, а выглядит так, словно засиделась дома. Про таких, как Джесси, говорили. Это много смешного в контроле, если читать все сообщения, которые есть. Это типа в домофон с повесткой постучались, или я не понял. Наоборот, не страшно. Мы все сидим и ждем повестки. Любовь была, но больше творчества. Каждый раз, когда у героини умирает отец, она приходит в бюро контроля. Это старый особняк, который был построен в прошлом веке на месте несанкционированной свалки металлолома и деревянных опилок. Несбалансированное снижение активности персонала повлекло за собой значительный беспорядок в принятии решений. Он просто отдыхает. Свалка Ну, встала на работе. Ну, что, кто в офисе так не засыпал? Взорвалась, а за... Солдат спит, служба идет. Тем трансформировалась в перпендик... Был 25-й скрытый кадр с Жаком Фресковым. ...гулярную реальность. Согласно инструкции, которую Джесси получает от директора сектора, уволить ее не могут. Впереди выборы. Как можно объяснить такой странный замысел? Любой знает... Блин, ты хотел с контролем, что человек является существом биосоциальным... А помните, как мы везде искали повесточку? Так как теперь она нашла вас. Это смешная шутка ее, папа. ...очень боится лишиться своего... Про повесточку, и вот они пришли. ...рискуя порезаться об острую грань... Я, кстати, спрашивал, например, сегодня с матушкой когда говорил, спрашивал ее, у нее нет знакомых, к которым бы повестка пришла. ...которую он сам, возможно, и заостряет. Если говорить об... Я тоже ни одного не знаю человека, кому бы она пришла. Господа, кому-то приходила из вас повестка? Лично. ...зна. То бюро контроля это гигантская куча дерьма, которую оставили в стороне, и теперь ее спокойно жрут черви. С каждым разом количество червей, которых предстоит переварить нашей героине, увеличивается. И чем дальше она углубляется в историю, тем больше это напоминает отчаянный аттракцион последнего героя. Ну, все, значит, просто к тому, что не такая уж тотальная мобилизация, если вот такая выборка для этой без повестки. Ну... ...эс метафор. Персонажи исключительно плоские, прямоугольные и квадратные. Их рисовали в основном живые художники. Инженеры Рэмоди уменьшили игровые модели персонажей с помощью напыления металла на лицо. Выразить... ...могли вполне себе уменьшать их с помощью нейросети. ...световые эффекты используются в режиме освещения и в режиме против солнца. В исследовании мира приходится делать что-то совсем неприятное, например, выедать кору у деревьев, собирать валежник, пугать местных жителей и тому подобное. Игровое оружие предназначено для кольцевой обороны и впечатляет своей бесполезностью. Не рекомендуется тестировать его на животных или подвергать воздействию воды. С помощью точного... шутить нафиг все приколы со звонками передать через родственников. Да, там же типа был вот этот пранк сына Пескова. Можно поражать людей на расстоянии с звонком. Причем реально вроде бы... В общем, как-то фигово, я так понимаю, Песков воспитал. У него и дочь развели на бабки, чтобы перевели, и сына развели. Надо воспитывать лучше детей. Пользуя посылки с осколками. Игра содержит красивую графику, упорную физику и шутки, позволяющие несколько раз клюнуть носом. Не нужно ни того, ни другого, впрочем. Фанаты FIFA наградили эту игру именным мечом. Группа поклонников Remedy Experience назвала Control реально правдивой игрой, но игрокам не хватило многосторонних эмоций и редактора карт. Кроме того, игру критиковали за неудобного секретаря-помощника, всплывающего в фоновом режиме. А на мой взгляд, игра очень даже неплохая, если сравнивать с другими марвеловскими проектами. Прорвемся. Ответь это пера. Алло. Дружище с кем не бывает стресс и возраст принимать тупых шефа надеет фифы. Я не знаю, у меня нету знакомых, которые бы играли в симуляторы спортивные, так это вообще отдельная, мне кажется, вещь, отдельная вселенная. Так, посмотрели, спасибо большое, что достанет за 500 рублей. кредер�. Продолжение следует... Продолжение следует...